доброе утро у меня доброе утро произошло не с очень хороших новостей чуть позже вам расскажу после того как я приду с узи это связано со студией у меня будет последний месяц ноябре обучений там несложное обучение обычное базовое обучение притивностью 12 дня я сейчас быстренько завтраку бегу на узи выбор такой нужно делать сложный пора бы уже переделать маникюр смотрите что с моим ногтем произошло но я понимаю что сейчас долго я сидеть не смогу скорее всего я просто уберу покрытие и буду делать маникюр обычный сегодня просто отличные новости мне разрешили заниматься йогой шейка матки у меня подросла для 30 одной недели это вообще великолепно анализы все хорошие только с мочевым конечно у меня проблемы но эти проблемы у меня были всегда теперь я приду сейчас и буду заниматься йогой раньше мне запрещали заниматься йогой из-за короткой шейки матки а еще он у меня был в тазовом предлежание а сейчас наконец-таки перевернулся сейчас вам только записывал видео что я счастливая шла домой говорила по телефону со своей сестрой зашла на вб и у меня просто испоганилась все настроение но вспоминая конечно свои результаты анализов я не перестаю улыбаться проверила товары которые мне пришли пришли хорошие качественные пеленочки карту памяти себе заказала все проверила уже все упаковала и пошла он мне говорит типа девушка стойте у нас плата не проходит я смотрю у меня два раза отказ в банке и банк что-то тупит в итоге я простояла там минут 15 мне было жутко жарко я еще в корсете в котором нельзя садиться я стояла говорю ладно все отдала ему все посылочки пошла домой только захожу поднимаюсь на десятый этаж пешком и так образно говорю сажусь за стол и смотрю у меня прошла оплата сейчас опять мне нужно будет спуститься сходить на выбор как раз таки я хотела купить себе тортик красный бархат отметить так сказать это дело из-за того что я слишком поздно проснулась пришлось убираться уже после того как я пришла с больницы здесь кстати по телефону я разговариваю со своей сестрой в принципе дома у меня ежедневно одни и те же дела заправляю постель также постель мужа убирая все состава потому что утром он не успевает ни постель заправить не убрать состава и все третье у меня есть вот такие коврики я их сейчас они уже высохли я их стелю ванной вот конкретно этот коврик второй который у меня высох при входе и знаете чем вообще удобны вот эти коврики тем что их можно просто сполоснуть в ванной или помыть каким-то средством этот я оставляю чаще всего мокрый чтобы кот сюда не ложился что когда он ждет алексея он ложится сюда и этот коврик просто здесь находится советую очень к покупке есть коврики такие из текстиля сделаны они мне не очень нравятся потому что их неудобно мыть а это как бы из пластмассовых таких ячеек я брала этот коврик в леруа большой 800 рублей маленький что-то 400 что ли на вб их тоже можно заказать но там они намного дороже стоят такая дышка у меня вообще если будете на вб заказывать обязательно смотрите размеры здесь наверное метр на 90 наверное а тот совсем 60 на 40 маленький надеюсь камера не упадет не буду ставить локти на стол у меня уже поднялось настроение все хорошо особенно утром она была просто мерзкая когда я проснулась в общем вкратце вам расскажу я в данный момент не знаю что делать со студией закрывать студию потому что многие девочки кто был на аренде они ушли и соответственно мне не выгодно держать студию я не знаю просто когда я рожу пдр у меня вообще 31 декабря стоит ровно 40 недель но я не думаю что я все 40 недель буду ходить тем более нужно смотреть следить за шейкой матки она постепенно постепенно будет укорачиваться и готовится к родам все не выгодно держать студию в данный момент я там не работаю у меня будет только обучение получается 5 ноября и все но ноябре я думаю мы еще как-нибудь протянем не хочется терять помещение в котором мы сейчас находимся потому что за такие квадраты такая сумма это очень даже хорошо у нас здесь в тюмени выбор конечно очень сложно стоит так как мы делали там ремонт хороший куда все эти перегородки перевозить реклайнеры у нас три реклайнера две кушетки ладно кушетки складываются реклайнеры просто огромные подруга мне дала идею возможно можно будет снять какой-то гараж либо какое-то помещение не очень дорогое и допустим на два месяца либо на три месяца и оставить вещи там но мы потеряем помещение а помещение очень хорошее в том плане что за столько квадратов оплата очень низкая у нас тюмени примерно один квадрат один квадратный метр стоит тысячу рублей соответственно наша огромная студия 50 квадратов стоило бы не 30 тысяч рублей а 50 тысяч более это центр рядом с домом и мы в этой студии уже примерно четыре года находимся и всем клиентам удобно там есть еще парковка рядом большая парковка загсом есть в общем я не знаю что делать будем сегодня думать считать с алексеем он выходит на выходные поэтому надо будет все тщательно просчитать остаются только две девочки это одна под вопросом будет она снимать или нет в общем без понятия что делать так вот она ушел поедете так распаковочка планы левых пеленочек какие красивые в общем здесь они все теплые специально на зиму заказала такие большие пеленки снимаю сейчас на эту флешку и как-то знаете темно будто бы налила себе вкусняцкий чайок черный с молочком еще алексей очень часто мне приносит вот такие всякие пирожные с работы сейчас я монтирую видео сегодняшние домонтирую до конца котики кушают вечером у них нет жидкого корма вечером у них только сухой мы с алексеем ходили в студию у нас произошел небольшой конфликт с девочкой которая снимала место в итоге я и сказала все собирая свои вещи и до свидания потому что я не собираюсь свои нервы сейчас тратить она просто надо ничего плохого не буду говорить в общем попрощались мы с ней по камерам я не стала смотреть как она работала просто когда работает со своими клиентами на берет материалы девочек ну это как бы не в больших количествах да но у тебя должны быть свои материалы допустим не было бы неприятно если я бы снимала место до каком-то коллективе в студии и моими материалами пользовались даже элементарно взять вентиляторы и сушить ресницы не спросив при этом девочек это конечно вообще причем вентилятор у меня был свой и она его убирала всегда в комод вообще очень странно кот в несколько заходов просто кушает пока не кончится кормом не успокоится он только что полежал сейчас опять сидит и ест